Вы получили, что евреи получили много положительного от советского режима, и вы об этом говорите, и вы об этом говорите в фильме. И вы работаете над этим фильмом в обществе, где стереотипы о евреях живут и не являются просто такой исторической редкостью. Как вы подходите к вопросу о озвучивании стереотипов на таком экране с вашим именем и с вашей репутацией и с тем, как фильм достигает аудитория? Я суммировала примерно четыре вопроса от этого. Тоже мультитаск? И вы работаете в соцсетях, где эти стереотипы все равно живут. Как вы их показали? Как вы их используете на этом экране? Ну почему это только стереотипы? Лев Троцкий был соправителем России с 18-го года по 22-й минимум. Ну и что, и это заседание ЦК, которое принимало решение вооруженного восстания, там четверо русских, четверо евреев, один грузин Сталин и один поляк Дзержинский. Что тут? Ну при чем тут стереотип? Ну хорошо, есть стереотип. Есть стереотип, что итальянцы поют итальянский опер. Но они действительно таки поют итальянский опер. Я не очень понимаю. Какие-то стереотипы я привожу, и буду, если делать про русских грузин, обязательно сделаю про грузин и на рыбах. Большой эпизод и про это объяснение. Вот, потому что они тоже имеют материальную силу. Если миллионы людей в это верят, даже если это неправда, это заслуживает рассмотрения, ну просто в силу того, что он как-то обладает действительной силой. Спасибо. 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 Спасибо.